Рада всех приветствовать на нашем вебинаре на тему системы пожаротушения для ЦОП «Проблемы выбора». Меня зовут Шуликина Марина, я начальник отдела по развитию группы компании «Поштехника». И сегодняшний вебинар я веду с моей соведущей, нашим приглашенным гостем, которому вы можете задавать возникшие вопросы, по газово-магнетушащим составам Алиной Сафоновой, старшим специалистом отдела технологии электронной промышленности компании «Триэм». Алина, приветствую. Заранее прошу прощения, если будут проблемы со связью и за обстановку, несколько нерабочую, мой рабочий кабинет временно переехал на кухню. Ну, буду считать, что вы у меня все в гостях. Давайте начнем. О чем хотелось бы сегодня поговорить. При выборе инженерных систем безопасности для центров обработки данных часто возникает вопрос, необходима ли система автоматического пожаротушения в ЦОП. Это мы обсудим первым пунктом. Установка с какими видами огнетушащих веществ наиболее подходит для предотвращения пожара в центрах обработки данных. Далее мы проведем сравнительный анализ современных газовых огнетушащих составов. Поговорим о самом современном газовом огнетушащем составе новых 12.30. Об этом расскажет как раз Алина, сотрудник компании «Триэм», разработчика, и родоначальника, родителя продукта новых 12.30. Далее мы поговорим о продукции, производимой группой компании «Поштехника». Разберем уже реализованные проекты, кейсы. Дальше я расскажу о плюсах партнерства с группой компании «Поштехника». Ну и в заключении поговорим о трендах в системах пожаротушения. Необходима ли система автоматического пожаротушения в ЦОД? Вопрос, как ни странно, насущий, хотя ответ на него, казалось бы, очевидный. Мы, конечно, можем вызвать служителя церкви, как показано на картинке, и осветить наш ЦОД, и надеяться, что пожара в нем не будет. Но лучше предупредить пожар и предусмотреть систему безопасности, а именно автоматическую систему пожаротушения. Как вы видите на данном слайде, возгорание в ЦОДах явление достаточно частое и реальное. Какими бы надежными ни были инженерные системы, вероятность пожара всегда существует. На данном слайде приведена статистика самых значимых пожаров за последние 10 лет, самых крупных. И как вы видите, возгорание возникает в разных технологических процессах. Возгорание может быть в соседних смежных помещениях, в системе электропитания. Причиной возгорания могут быть короткие замыкания. Тем не менее, это происходит даже в крупных центрах обработки данных с надежными инженерными системами и решением предотвращения. И тут надо понимать, какие цели мы преследуем. Мы преследуем цель сэкономить или мы преследуем цель сохранить оборудование. Оборудование в центрах обработки данных представляет высокую ценность. Как непосредственно сама система, так и информацию, которую мы защищаем. Ущерб от пожара независимо от стоимости, ущерб от пожара не соизмерим со стоимостью пожаротушения. И значительно превышает. Ряд компаний идет на некую хитрость. Как говорит мой маленький племянник, а давай мы всех обманем и съедим все конфеты. В итоге обманывает он сам себя, когда у него начинается аллергия. Здесь происходит ровно то же самое. Ряд компаний рассчитывает пожарные риски, оценивает малое количество людей в центрах обработки данных. И отказывается от исполнительных устройств системы пожаротушения. Данную информацию можно согласовать и прописать в СТУ. И вроде бы как все законно. Но тем не менее, да, мы сэкономили, да, мы все узаконили, но обманули мы сами себя. Так как нанесенный ущерб от пожара будет превышать ценность оборудования. Алин, допомнишь что-то? Что можно прокомментировать про компромисс между стоимостью системы и последствиями, которые могут случиться, если ее не будет. Прокомментировать можно, что, во-первых, когда мы покупаем систему, мы немножечко забываем про операционные расходы на ее содержание. Когда мы приобретаем систему, например, с сжатыми газами или с углекислотой, мы немножечко оставляем за скобками то, что это совершенно другая система, другой подход к обслуживанию, другие требования, заморочки намного чаще и тому подобное. И намного больше различных дополнительных устройств требуется, что также будет отражать систему. Что касается последствий, тоже здесь важно осознавать и понимать, да, что мы защищаем. Я хотела сказать, что, да, обратился недавно ко мне проектировщик и сообщил о том, что нужно защитить склад, причем мущество на складе от совершенно не архивованные документы, это не музейные ценности. Это даже не аппарат МРТ и никакое не электро-не электронное оборудование. Я сначала говорю, ну, подождите секундочку, почему вы не рассматриваете? И стала там уточняющие вопросы задавать, а почему не вода, конечно, в первую очередь, да, а почему там ни одно, ни другое, ни газа? Ну, потому что, как я уже говорила, тремон. У нас такой подход, мы не пытаемся новок поставить везде, где можно, нельзя. Да, новок, он должен выполнять свои конкретные функции, и заказчик должен понимать, почему он его выбрал. И он, значит, не отвечает, нет, значит, вода нельзя там по нормам, порошок мы не хотим, потому что, потому что там у нас есть требования по FM-прову, там у нас, значит, какие-то ограничения и тому подобное. В общем, мы пришли к тому, что, несмотря на, казалось бы, имущество, которое не характерно для защиты новок в 12.30 другими, там, например, ладонами, да, которые тоже быстро тушат. Единственный вариант для них это действительно новок в 12.30. Это что касается соотношения стоимости имущества и системы. То есть каждый случай, он частный, он особенно специфический, и нельзя точно сказать, что вот эти материальные ценности этих людей мы защищаем водой, это мы защищаем газом, это мы защищаем порошком. Очень разные бывают ситуации. Ну, конечно, наиболее популярное применение новока – это там, где ущерб дороже, чем система кратна. И этот ущерб может выражаться не просто и не только в потере имущества, а скорее в потере функциональности того или иного критического участка. Также мы сегодня немножечко поговорим там о других сложностях, с которыми можно столкнуться в плане операционных расходов, но немножечко заинтригую, это чуть позже мы с вами обсудим. Марин, если ты меня слышишь, я вот вижу, что ты уже… Да, я слышу, я с вами, вы меня слышите? Так, замечательно, все, я тогда замолкаю. Давайте тогда продолжим. По причинам возгорания обсуд. Анализ результатов ущерба пожаров в центрах обработки данных по Евросоюзу. В процентной доле причин возгорания 40% – большая часть – это электрооборудование. Далее делятся в равной пропорции системы охлаждения, серверы и человеческий фактор. Человеческий фактор мы исключать не можем. Тем более в Евросоюзе это 20%. В нашей стране с желанием принести чайник, зарядить телефон и прочее. К сожалению, у нас нет статистических данных, но я думаю, что этот процент был бы выше. По данным в США, большая часть возгорания в СОДах, значимая часть – 80%, большая часть пожаров происходит в соседних смежных с центром обработки данных помещениях. И 20% делится 10% на электронные системы, системы под фальшколом 5% и 5% дают нам на систему охлаждения. Тем не менее, данная статистика показывает, что возгорание в СОДах – это реальность, которую мы должны предусмотреть. Теперь давайте поговорим, какими же все-таки видами огнетушащих веществ лучше защищать центры обработки данных. Какие ОТВ подходят для предотвращения пожаров в СОДах. Систем пожаротушения видов достаточно много. Это рынок нам предлагает порошковое пожаротушение, губяное пожаротушение, тушение тонкораспыленной водой, пенное, аэрозольное, газовое пожаротушение. Каждый вид тушения имеет свою историю, свои истоки и лучше всего подходит для той либо иной пожарной нагрузки. Я составила вот такую таблицу. Давайте по ней пробежимся. Алина нам тоже будет подсказывать. Газовые огнетушащие составы представлены такими продуктами, как новых 1230, хладон 125, 227. Газовые огнетушащие составы по своим физико-химическим свойствам достаточно похожи, поэтому я их объединила в одну группу. И инертные газы. Инертные газы у нас представлены энергеном, азотом, аргоном, порошок аэрозоль и тонкораспыленная вода. В левом столбике у нас характеристики наиболее значимые для центров обработки данных. Итак, не оставляет налета на поверхности. Все газовые огнетушащие составы не оставляют следов. Газ вообще отличается тем, что газовый огнетушащий состав не портит то, что он тушит. Тонкораспыленная вода вызывает и вода вызывает конденсат. Порошок аэрозоль трудно удаляется с поверхности. Обладает хорошим охлаждающим эффектом. Из газовых огнетушащих составов обладает охлаждающим эффектом новых 12-30. И охлаждающим эффектом обладает тонкораспыленная вода. Один из наиболее важных факторов работает в труднодоступных объемах. Для этой характеристики хорошо работают все газовые огнетушащие составы. Газ имеет высокую способность проницаемости в трудные объемы. Для порошка существует такой фактор, как затенение от серверных стоек. Не проводит электричество. Газовые огнетушащие составы не проводят электричество. И порошок требует минимум уборки после пуска. В данном разделе у нас галочки стоят для газовых огнетушащих составов. Экологичность, потенциал глобального потепления меньше единицы. По этой характеристике хорошие показатели имеют новых 12-30, инертные газы, порошок. И для ТРВ неприменимо, так как это вода. И, конечно, она достаточно экологична. Алина, что ты дополнительно сейчас скажешь про новых 12-30? Я могу, в принципе, потом прокомментировать в комплексе. То есть не только про новых 12-30, а в сравнении. Ну, давай тогда я закончу по характеристикам, пробежимся, а потом ты дополнишь данный слайд. Хорошо. Требует сброса избыточного давления. Данная характеристика имеет место быть для газовых огнетушащих составов. Необходимо действительно предусмотреть клапан сброса избыточного давления. В нормах СП-5-13-130-2009 приведена методика расчета площади клапана сброса избыточного давления. Требует герметичности помещения. Да, это характеристика для газовых огнетушащих составов. Помещение должно быть герметично. Также в СП-5 у нас в приложении приводится площадь максимально допустимых открытых проемов. Отсутствие вибрационного воздействия на оборудование. Здесь галочка не стоит только для инертных газов. Если бы мы говорили об углекислоте, здесь у нас еще в нашей таблице присутствовала углекислота, этой галки не было бы и для углекислоты. Так как углекислота и инертные газы выходят под более высоким давлением и могут вызывать вибрационное воздействие на оборудование. Компактность системы тоже немаловажный фактор, если мы говорим о небольших центрах обработки данных, модульных центрах обработки данных. Компактными у нас являются системы с новоком, с хладоном и с порошком. Инертные газы в связи с тем, что имеют очень низкий коэффициент загрузки, количество железа, количество баллонов получается достаточно большим. И система получается достаточно объемной, тяжелой. Соответственно, при расчете нужно учитывать вес на перекрытие. У меня все, Алина, слушаю тебя. Я бы еще здесь упомянула такой параметр, как скорость тушения, который тоже связан с количеством и с механизмом тушения, и с количеством огнетущего состава. Конечно, новок и хладоми здесь берут однозначно парню первенства. При этом, нам известно, в реальных случаях или при испытаниях натурных, новок показывает скорость набора концентрации иногда больше даже, чем 10 секунд. И, соответственно, тушение, как правило, всегда находится именно в пределах этого времени, в пределах 10 секунд. Второе, что я хотела бы сказать, это то, что новок 12.30 изначально был разработан для защиты центров обработки данных серверных, и он обладает еще множеством специфических преимуществ. Например, большое количество систем компактных, в том числе и у компании Пуштехника. Есть компактная система, за счет того, что он обладает специфическими физико-химическими свойствами, можно проектировать достаточно гибко, достаточно уникальные системы. Что еще хочется сказать? Ну, наверное, все. А, я хотела еще вот следующее упомянуть. Достаточно редко об этом мы вспоминаем, но среди химических огнетушащих веществ, среди химических газов новок 12.30 обладает наибольшей и наивысшей совместимостью с различными материалами, потому что ЦОД, в отличие от какого-нибудь архива или музея, это не только дерево, стекло и металл, это еще и пластики. И новок 12.30, он, безусловно, обладает лучшей совместимостью с этим материалом. У меня все. Продолжаем. Итак, мы пришли с вами к тому, что система пожаротушения нужна в центрах обработки данных. Мы рассмотрели различные виды огнетушащих веществ и из таблицы выше мы пришли к пониманию, что самым лучшим видом огнетушащего вещества, имеющим самую большую проницаемость и самые высокие огнетушащие свойства для ЦОД являются газовые огнетушащие составы. Теперь давайте поговорим про существующие газовые огнетушащие составы. Сравнительный анализ современных ГУТВ. На этом слайде у нас приведены специи. Мне вообще на самом деле очень нравится это сравнение, это аналогия. Я всегда говорю, что нет плохих и нет хороших газовых огнетушащих составов, когда меня спрашивают, а какой газ взять, а чем тушить. Все зависит от условий, так же, как и нет плохих и хороших специй. Например, если вы едите борщ, вы возьмете перец и не будете сыпать корицу в борщ. Не потому что корица плохая, а потому что она к борщу не подходит. А если вы будете пить капучино, если вы любите, вы посыпите его корицей. И будет замечательно. Так же и с газовыми огнетушащими составами. На данном слайде представлены все существующие газовые огнетушащие составы. Это то, что предлагает нам рынок. Это то, что широко применяется. То, что используется в большей или меньшей степени. За исключением Хладона-114-B2 данное вещество было запрещено к производству монреальским протоколом в связи с тем, что имеет высокий озоноразрушающий потенциал. Когда я говорю запрещено к производству, это именно в такой формулировке. Потому что к применению его не запретили. И он остался на объектах спецназначения. Газ обладает высокой эффективностью, поэтому военные от него до конца не отказались. На объектах спецназначения он остался. Он вам может встретиться на уже существующих системах, которые требуют переоборудования. Все остальные газовые огнетушащие составы широко применяются в большей или меньшей степени. Самыми популярными являются Хладон-227, 125 и ФК-5-1-12. Именно в такой формулировке газовый огнетушащий состав прописан в СП-5. Торговая марка Новок-12-30. Вещество Хладон-ФК-5-1-12. Для понимания разницы между названием вещества и торговой маркой. Например, есть вещество ацетилсалициловая кислота. Это вещество. И есть торговые названия. Аспирин, уксорин, эфиралган и прочее, что появляется на рынке. Так вот, вещество ФК-5-1-12 было разработано и выведено на рынок компанией 3М под торговой маркой Новок-12-30. Условно все газовые огнетушащие составы можно разделить на три большие группы. Это сжатые газы, к ним относятся азот, энерген, аргон, сжиженные газы, хладоны и углекислота и жидкости. К жидкостям относятся хладоны ФК-5-1-12 и хладон ФК-1-14. И на две большие группы по времени выпуска. Для модульных установок 10 секунд, для централизованных 15 секунд. Это хладоны. Для модульных и централизованных 60 секунд. Это сжатые газы и углекислота. Так как газы хранятся под более высоким давлением, время выпуска для них пролонгировано, чтобы не создавать в помещении резко высокое избыточное давление. На ФК-5-1-12 мы остановимся более подробно. Ему будет посвящена серия слайдов. Алина о нем расскажет от первого лица. Итак, все газовые огнетушащие составы работают по трем составляющим. Это снижение уровня кислорода, охлаждение и физический процесс ингибирования подавления пламени. Именно по этому треугольнику их и классифицируют. Каждый газовый огнетушащий состав больше работает по одной из составляющих. Есть газы-охладители, есть газы-разбавители, есть газы-ингибиторы. Чтобы выбрать газовый огнетушащий состав, на мой взгляд, целесообразно все газовые огнетушащие составы оценить по трем критериям, наиболее важным. Экономика, бюджет, немаловажная роль, эффективность и безопасность. Давайте попробуем рассмотреть представленные газы по этим трем составляющим. Итак, первый наш критерий оценки экономика. На данном слайде приведен график зависимости. Стоимость одного метра кубического в долях специально взята без цен, чтобы картина была более адекватная. Не только под нашу компанию. В принципе, данная картина, она не место быть для всего рынка. Для помещений объемом, расчет выполнен для помещения объемом 500 кубов, за единицу принята стоимость системы с хладоном 125. Вот наша единичка, от которой мы отталкиваемся. Что сразу бросается в глаза. Самый экономически выгодный у нас хладон 125, система с хладоном 125. Чуть-чуть дороже, несколько дороже система с 227 хладоном. Процентов на 30 дороже система с ФК 5.1.12. И еще более высокая стоимость системы с энергеном. Отдельно хочется сказать про углекислоту. Существует ошибочное мнение, что углекислота это дешево. Действительно, стоимость одного килограмма газового огнетушащего состава не такая уж и высокая. Это порядка 100-150 рублей за килограмм в зависимости от производителя. Но если мы оцениваем систему в целом, углекислота имеет более низкий коэффициент загрузки, нежели даже хладон 125. Если в 100-литровый модуль 125 хладона у нас помещается 90 килограмм, то углекислоты 70, коэффициент загрузки 0.7. Соответственно, модулей больше. Модули на более высокое давление требуют углекислота, поэтому сам баллон дороже, как комплектующая. И углекислота у нас требует постоянного взвешивания, так как утечка по манометру, как у хладонов, не контролируется. Поэтому каждый модуль требует либо весоизмерительную платформу, либо подвесной контроль массы. У каждого производителя свое решение, но тем не менее это всегда значительно удорожает систему. И когда мы берем историю полностью, смотрим, система с углекислотой получается дороже, чем с хладоном 125, несмотря на то, что сам газовый огнетушащий состав дешевле. Ровно поэтому у нас получается самая дорогая система на энергене, так как энерген имеет самый низкий коэффициент загрузки. Но не конкретно энерген, а любой сжатый газ. Азот, аргон также. В 100-литровый модуль помещается порядка 30 кг. Под давлением 300 бар. Соответственно, стоимость системы вкладывается из большого количества оборудования, из большого количества баллонов. Это что хотелось сказать по стоимости системы. Несмотря на то, что система с ФК 5.1.12 получается дороже, чем система с хладонами 125 и 227 при разовой покупке. Если мы посмотрим в пролонгированном интервале времени, период эксплуатации в 30 лет, система с ФК 5.1.12 получается дешевле, чем с хладоном 125 и 227. А связано это с тем, что при освидетельствовании модулей, которые требуются выполнять каждые 10 лет, потери газового огнетушащего состава для ФК 5.1.12 незначительны. Если мы говорим про 125 и 227 хладон, это сжатые газы, перезаправляются они с потерей в среднем 20%. То ФК 5.1.12, так как является жидкостью, перезаправляется без потерь. И если мы будем смотреть не в сиюминутном моменте покупки, а рассматривать ситуацию на будущее, на период эксплуатации, то система с ФК 5.1.12 будет более экономична. Теперь давайте поговорим про безопасность. Безопасность условно можно разделить на три составляющие. Это безопасность для человека, безопасность для окружающей среды и безопасность для оборудования. Все газовые огнетушащие составы, как мы уже видели, бережно относятся к защищаемому объекту, к защищаемому имуществу. Это преимущество газового пожаротушения перед другими видами тушения. Поэтому и здесь все газовые огнетушащие составы ведут себя ровно. Поэтому этим показателям давайте пренебрегнем и поговорим про безопасность для человека. На данном слайде представлена оценка безопасности газовых огнетушащих составов. Красным показана огнетушащая концентрация по СП 5 по Н-гиптану без повышающих коэффициентов. Серым показана предельно допустимая концентрация ГОТВ, при которой не наблюдается вредных воздействий на человека, НОЭЛЬ. Отношение НОЭЛЬ к огнетушащей концентрации называется коэффициент безопасности. Чем коэффициент безопасности выше, тем газовый огнетушащий состав оказывает меньше воздействия на человека и является более безопасным. Для энергена коэффициент безопасности составляет 1,19. Для НОЭЛЬ к коэффициент безопасности самый высокий 2,38. Для 23-го хладона 2,05. Для хладона 227-го 1,25. Для хладона 125-го. Обратите внимание, вот здесь ситуация меняется. Если для всех предыдущих газовых огнетушащих составов предельно допустимая концентрация была выше огнетушащей, то на хладоне ситуация поменялась и коэффициент стал меньше единицы. Что говорит о том, что хладон 125 оказывает воздействие на человека. И совсем уж ситуация критичная для углекислоты. Если здесь мы говорим про небольшой разрыв, то для углекислоты огнетушащая концентрация в десятки раз превышает предельно допустимую концентрацию. Огнетушащая концентрация для углекислоты 34,9%, предельно допустимая 5%. Действительно, на слайде красные столбики это нормативная концентрация. Те, кто часто работает с СП5, я уверяю, к сожалению, в новом СП5 подход к вычислению реальной концентрации на объекте сохранился. Мы остались с вами со всеми четырьмя повышающими коэффициентами. Некоторые из них используются в 100% случаев, некоторые в половине. И когда мы видим отличие нормативной концентрации, и это непредельно допустимо, это скорее такая концентрация, которая разовая, максимально допустимая, гарантированно не наносит существенного вреда здоровью. Когда мы видим разницу между этими концентрациями менее 30-40%, то мы с вами понимаем, что она первая может быть запросто нивелирована всеми этими повышающими коэффициентами. Второе, если мы рассчитываем объем газа, исходя из того, что у нас помещение пустое, мы поставили серверные стойки, мы поставили какие-то шкафы, а стойки еще бывают некоторые герметичные, то мы понимаем, что концентрация реальная может быть значительно выше. Наверное, все, что я хотела прокомментировать про концентрацию, то, что нужно держать в голове повышающие коэффициенты, и то, что объем воздуха, объем помещения может сокращаться при использовании помещения. Давайте еще остановимся, когда на повышающих коэффициентах, Красалина их затронула. Повышающий коэффициент у нас всегда для пожаров класса А1, это тушение пожаров, сопровождающихся тлением. Это наши архивы, мы уже немножко отходим от содов, но тем не менее, раз уж мы затронули эту тему, давайте проговорим. И коэффициент 1,3, и коэффициент 2,25 для тушения без доступа пожарных. Соответственно, это оказывает влияние на концентрацию. Итак, из предыдущего слайда у нас следует следующая таблица. Данные по воздействию на человека. Энерген. Нормативная гнетушащая концентрация по эндептану 36%, воздействие на человека, затруднение дыхания. Ну, когда вот кто присутствовал в помещении, где проводились испытания энергеном, говорят, что воспринимается как подъем на большую высоту. Дыхание сжатое, трудно сделать вздох. Но, опять же, это мы говорим о нормальном среднестатистическом человеке. Если человек будет болен астмой, ситуация может быть критичная. Новых 12.30. Нормативная гнетушащая концентрация 4,2, воздействия на человека нет. Хладон 23. Нормативная гнетушащая концентрация 14,6, воздействия на человека нет. Хладон 227. Нормативная гнетушащая концентрация 7,2, воздействия на человека незначительно. Хладон 125, нормативная огнетушащая концентрация 9,8. Воздействие на человека вызывает отравление. Помним предыдущий слайд, что коэффициент безопасности у нас меньше единицы, как следствие отравления. Углекислота, нормативная огнетушащая концентрация 34,9, которая в десятки раз превышает предельно допустимую концентрацию воздействия на человека, как следствие летальный исход. Это то, что хотелось сказать о воздействии по безопасности для человека. Теперь давайте рассмотрим второй аспект безопасности для окружающей среды. И картина выглядит следующим образом. Данный по воздействию на окружающую среду. Самые критичные и плачевные показатели у Хладона 23. Если мы с вами помним, что он имел достаточно неплохие показатели по безопасности и часто спрашивают, а почему мы его не применяем повсеместно? А повсеместно мы его не применяем из-за этого показателя. Потенциал глобального потепления самый высокий 11700, время сохранения в атмосфере 270 лет. Именно по этому критерию данное вещество выводится из обращения. Оно выведено из обращения в США, Европе, Китае, в России. Алина, по-моему, тоже наложены какие-то... А я сейчас прокомментирую. Я сейчас все прокомментирую. Пока... Ну, хорошо. Квоты... Хладон 227-125, потенциалопоказатель глобального потепления 2900-2800 соответственно. Время сохранения в атмосфере 36 лет и 32 года. Ну, разница небольшая, примерно близко. Углекислота. Потенциал глобального потепления 1, время сохранения в атмосфере отсутствует. Энерген. Потенциал глобального потепления 1, время сохранения в атмосфере отсутствует. Для новоку 12.30 потенциал глобального потепления 1, время сохранения в атмосфере 3-5 дней. Да, по поводу 23-го хладона я хотела обратить внимание, что у тебя на слайде не посчитана точно разница между НОАЭЛ и нормативной концентрацией. Почему? Потому что НОАЭЛ, я не знаю, может быть когда-то на него и было, но это европейская величина. И в Европе и за рубежом уже сто лет его не используют, если вообще когда-либо его длительное время применяли именно из его экологических свойств. Если ты на следующий слайд это промотаешь, я сейчас немножечко расскажу, как обстоит дело. Возвращаясь к теме экологии, чтобы потом еще раз не возвращаться, чтобы это не было как вырванным куском. Те, кто когда-либо бывал на семинарах по НОУКО 12.30 с участием в нас, в компании ТРЕ, мы очень любили всегда рассказывать про Монреальский протокол, его влияние на рынок пожаротушения. Делали мы это последние три года, с тех пор, как в 2016 году в конце года была подписана галейская поправка к Монреальскому протоколу, которая выводит парниковые хладоны. Но долгое время нас воспринимали как вот таких вот, немножечко оторванных от реальности людей. Но 27 марта этого года, буквально вчера отмечали годовщину месяц со дня ратификации Российской Федерации галейской поправки, говорит о том, что мы говорили об этом не напрасно, о том, что заказчики, которые прислушались к нашим словам и выбрали на данный момент систему с НОУКО 12.30 сделали это не зря, потому что то, что происходит в Европе, обретает для нас абсолютно реальные очертания. Объясню, в чем дело. В 2019 году вступила в силу эта поправка и она вступила в силу для тех, кто ее ратифицировал. То есть поправку сначала нужно подписать, Россия подписала в 2016 году, затем ратифицировать. Что такое ратификация? Ратификация – это признание государством того, что внутри государства будут разработаны соответствующие нормы и правила, которые позволят удовлетворить задачу вот этой вот поправки. При принятии галейской поправки в ходе переговоров российская делегация добилась льготных условий. Такую фразу можно встретить на сайте Минприроды. И что это за льготные такие условия? С этого года уже потребление производства хладонов ограничивается на 5% относительно базы. Мы с вами на самом деле этого пока не почувствуем. Потому что база у нас это 2011, 2012, 2013 годы. И тогда у нас, насколько мне известно, выбросы парниковых газов, они были несколько выше, чем сейчас. А вот с 2025 года уже через 5 лет. Привет тем, кто попадет на переосвидетельствование после этого года. Мы ощутим достаточно существенно вот это вот сокращение квот. А с 2029 года, можете себе представить, если у нас, мы сможем ввести в Россию и вывести из нее только 30%, в смысле произвести внутри или импортировать в Россию и потребить только 30% из того, что мы сейчас потребляем. Но ужас даже не столько в этом. Ужас в том, что мы с вами делим вот эту поляну парниковых газов с производителями холодильников, кондиционеров, растворителей, вспенивателей и других назначений. Я вас уверяю, просто я не буду сейчас делать здесь длинную презентацию на эту тему, парниковые хладоны наши, они 227, 125 и 23 хладон, они занимают 1% в объемной массе и 2% в эквиваленте СО2. То есть представьте, что будет с рынком пожаротушения, если квоты будут использоваться холодильщиками, кондиционерщиками и прочими. То есть сейчас, возвращаясь к слайду, как раз о том, о чем я говорила, цена системы и последствия пожара, действительно нужно это все взвешивать, но цену системы теперь нужно закладывать и первое, а вообще физически возможно ли будет перезаправить систему в случае разрядки. Да, вы скажете, что хладон можно регенерировать, я с вами соглашусь, но регенерировать его можно при регенерации, теряется от 15 до 25% газа. Соответственно, вот такая мысль про экологию, вам надо подумать, если есть какие-то вопросы, вы можете их писать в чат, а мы после, в конце нашей презентации на них ответим. Марина, спасибо большое, возвращаю твои слайды. Так, давайте продолжим. Это про безопасность для окружающей среды. И у нас остался фактор безопасности для оборудования. Как я уже сказала, все газовые огнетушащие составы бережно относятся к защищаемому объекту, к защищаемому имуществу. Но у нас есть такой фактор, как диэлектрические свойства газовых огнетушащих веществ. В принципе, все применяемые ГЛТВ являются диэлектриками, но мне показалось полезным привести для вас все равно эту таблицу. Относительная диэлектрическая способность по отношению к азоту. Для нового по 12,32,3, хладон 125, 0,95, для 227, 2 целых и для энергена 1,03 сотых. Ну и отдельно про нового по 12,30, как самое современное решение для установок автоматического пожаротушения продолжит. Алина, Алина. Да, спасибо. Значит, вкратце, я, насколько поняла по нашим уже беседам в чате, что здесь присутствуют некоторые коллеги, которые были на вебинаре, которые мы с компанией Поштехника проводили не так давно. Вы пытаетесь немножечко тогда под другим углом рассказать. Значит, вкратце, да, этот слайд говорит о том, что система пожаротушения, эта фраза может описать совершенно разные вещи. Может она описывать протестированную, проверенную систему, где производство налажено, там, автоматизировано, есть высокий уровень контроля качества системы, где проектировщики понимают, почему они применяют те или иные компоненты, насадки, баллоны, знают, как считать гидравлику, в каких системах считать гидравлику. Как нужно проектировать именно ФК 5.1.12, Новок 12.30, жидкий, в чем отличие проектирования от проектирования с хладонами, на хладонах. Также система пожаротушения может называться условно подвешенный шарик, в котором Новок там, хотя даже не Новок, Новок там быть не может, в котором болтыхается какой-то китайский ФК 5.1.12, и при срабатывании системы в лучшем случае он тут и польется, в лучшем принципе ничего не произойдет. Или система, где модули, где качество рно ушло, его низкое качество видно даже необученным, невооруженным взглядом. Вот. Ну то есть система пожаротушения у нас в стране много чего называется, к сожалению. И следующие слайды будут о том, как правильно формировать техническое задание и спецификацию не с точки зрения лоббирования каких-то брендов, а с точки зрения обезопасивания себя и с точки зрения того, чтобы ваши ожидания от системы совпадали с ее способностями. Когда мы проектируем безопасную систему пожаротушения, а система с Новоком 12.30 безусловно таковой является, потому что, например, за рубежом некоторые зарубежные нормы позволяют не эвакуировать людей при срабатывании системы с Новоком. В России таких норм нет, но все-таки это говорит о том, что действительно, когда система установлена на объекте, люди могут с меньшей скоростью выбегать из помещения, люди могут находиться там. В некоторых случаях люди обязаны находиться там. У нас есть установки, где согласованы такие процедуры, что люди сначала заканчивают свои производственные процессы, затем покидают помещение. И если система не сработает так, как она должна, то эти люди находятся под большим риском, чем если бы системы не было вообще. Если бы они, скажем, например, на нее не рассчитывали. Посему я сейчас расскажу, чем отличается Новок от китайских ФК. Вкратце, но, надеюсь, убедительно. Первое отличие раскрывает нам система Европейской организации ЕКО, Организация регистрации химических веществ, поскольку производители китайских ФК, а я даже не знаю, может быть, какие-то другие есть ФК, кроме Новока, захотели экспортировать свои вещества в Европу. Они были вынуждены там регистрировать свои вещества. Без этого экспортировать невозможно. И эта система присваивает номер, вот здесь стрелочками они помечены, эти номера, в зависимости не от бренда, а именно в зависимости от свойств веществ, физико-химических свойств. И из-за того, что один номер присвоен всем другим производителям ФК, а другой номер, совершенно отдельный, был присвоен ранее Новоку-1230, мы можем сделать вывод, что вот эта организация пришла к выводу, что вещество Новоку-1230 не идентично с ФК-5.1.12 других производителей. То есть мы с вами не говорим ни в коем случае, ни о каком полном аналоге, ни о какой прямой замене. Мы с вами должны понимать, если мы выбираем систему или позволяем в спецификации поставить любой ФК-5.1.12, оно совершенно не обязательно будет точно соответствовать всем физико-химическим характеристикам Новоку-1230. Ну а помимо этих характеристик, есть еще потребительские, как срок службы, там разные гарантии, сервисы, но об этом чуть позже. Тоже мы должны понимать, что это соответствовать не будет. Эта база данных, она открытая, и вы сами можете проверить информацию, которая есть на слайде. А те, кто скачает презентацию, наверное, в PDF сохраняется ссылка, и вы можете кликнуть на ссылку, пройти и убедиться, что эти номера различны. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам поставили Новоку-1230 в системе или полностью такое же вещество, то мы рекомендуем вам использовать вот этот вот номер, который присвоен пусть и европейской, но государственно независимой лаборатории, которая не подконтрольна ни одной компанией, с тем, чтобы обезопасить свои ожидания от системы. Второе отличие – это то, что есть в веществе, помимо ФК-5-1-12, мы все вот, ФК-5-1-12, КАС-номер, одна и та же формула. Конечно, формула одна и та же. Более того, ходит очень забавный миф о том, что 3М запатентовал формулу. Ну нет, никто этиловый спирт запатентовать не может, никто ФК-5-1-12 запатентовать не может. Патент был на несколько другие вещи. Помимо ФК-5-1-12, который синтезировать не так-то и сложно в лаборатории, есть разные примеси в жидкости, в виде кислоты влаги, которые однозначно приведут к коррозии в модуле. Помимо осадка, который тоже нужно понимать или не понимать, из чего он там состоит, есть еще разные химические примеси, которые могут быть токсичны при неправильном порядке, количестве производственных процессов. Я на этом слайде, безусловно, не хочу сказать, что китайский ФК-5-1-12 хуже, чем новок. Это вы сами сможете сравнить. Те, кто заказывают систему с новоком, они получают на руки паспорт, контроль качества каждой партии и смогут элементарно сравнить показатели с приведенными в таблице. Эти показатели взяты из официальных маркетинговых материалов производителей. Этот слайд я хочу показать для того, чтобы было понятно, что ФК-5-1-12 других производителей отличаются между собой. Вот что важно. То есть мало того, что вы вносите какие-то риски и волатильность от партии к партии конкретного производителя, вы же не пишете бренд Ноа или Вейсмоз. Вы даже внутри китайских ФК можете получить неизвестно что. Поэтому просто прописание формулы это на самом деле очень рисковое дело. И я этими слайдами хочу призвать вас, кроме формулы, прописывать другие характеристики, которые вам нужны. Никто вам не мешает прописать огнетушащую концентрацию минимальную, которая указывается в сертификате. Никто не мешает прописать количество влаги или кислоты. С тем, чтобы обеспечить себе управляемый результат при проектировании использования в дальнейшем системе. Еще одно отличие. Компания Поштехника это локомотив испытаний систем или Новука 1230 без систем отдельно в России. Мы очень ценим и признательны за все усилия, которые наши партнеры делают. И действительно, мы можем увидеть, что так как испытан Новука 1230, на сегодняшний день в России не испытано ни одно газовое огнетушевое вещество. Оно проверено на все, на что угодно. То есть все применения ответственных, которые у нас есть, они все используются на основе тех или иных испытаний. Здесь приведены только, скажем, широко известные. Безусловно, есть и другие такие точечные небольшие испытания. за рубежом. За рубежом Новука 1230 испытан по всем стандартам и нормам. Наш паспорт безопасности составлен, не списан с кого-то, как это иногда бывает в отрасли, а он составлен на основе реальных испытаний. По эффективности тушения не раз Новука подтверждал себя отдельно. У него есть ULFM и провалл сертификат, но также большую часть наших партнеров, они имеют сертификаты глобальные. Эти сертификаты невозможно получить, не доказав ту или иную минимальную огнетушенную концентрацию. И опять, возвращаясь к предыдущим слайдам, к отличиям по физико-химическим свойствам, к отличиям по осадку, оксислам и так далее, это не является Новука 1230, китайская ФК, они не являются ни в коем случае идентичными веществами. Ни в коем случае нельзя распространять те результаты испытаний на ФК 5.1.12 их производителей. Они точно так же требуют точно таких же испытаний. Если их нет, это значит, что их нет. Нельзя экстраполировать испытания одного вещества на другое вещество, которое ему неидентично. Еще очень коротко расскажу, есть такой миф, когда некоторые люди, даже считаются экспертами на рынке, говорят о СЭС, санитарно-эпидемиологическом заключении, как о свидетельстве токсичности или нетоксичности вещества. Совершенно не согласны. По крайней мере, судя по той ситуации, которая у нас есть сейчас. Лично я не видела протоколов испытаний и оснований. Почему? Но я знаю, что во многих источниках класс опасности для 125-го хладона указан как четвертый. Это минимальный класс, безопасней нет. Класс безопасности для нового указан тоже как четвертый. Поэтому нельзя ориентироваться на эти документы. Во-первых, из-за того, как широко устроена классификация, а во-вторых, из-за того, на основании чего выдается СЭС. СЭС выдается на основе документов предоставленных производителям. Эти документы можно составить как угодно, взять откуда угодно. Поэтому если вы планируете обеспечить себе какую-то безопасность для людей на объекте, СЭС можно, конечно, запросить для хладонов, сейчас вроде бы это даже еще обязательно, для новых и нет. Но это совершенно не гарантирует вам токсикологической безопасности. Поэтому Поштехника проводила несколько испытаний на конкретных живых объектах, конкретных испытаниях, в специфических условиях. Поэтому нужно это тоже понимать. Марина уже затрагивала тему срока службы. Я очень коротко расскажу. Срок службы того или иного вещества связан с тем, как оно себя чувствует в конце вот этой цепочки. То есть мы взяли сырье, из него что-то произвели, проверили качество, мы его упаковали, куда-то доставили, заправили в систему, и вот оно в системе находится. И вот в этой системе оно должно прослужить 10, 20, 30 лет в зависимости от заявления производителя. Если в этой цепочке где-то брешь, если где-то есть слабое звено, то у нас есть все шансы не получить того срока службы, который мы заявляем. Именно с этим связано то, что Новок 1230 поставляется только в авторизованных системах и заправляется только на авторизованных станциях. Второе. Именно с этим связано то, что такой срок службы, во всяком случае официально, я не видела других свидетельств, только ТРИА может заявлять такой срок службы, потому что мы в авторированную органику производим уже более 60 лет и в принципе мы понимаем как ее производить, в каких условиях как обеспечивать длительность и стабильность формулы. Более 15 лет у нас опыт использования Новок 1230 на различных объектах ни одно пересвидетельство не проводилось и мы видим что в общем-то срок службы заявленный нами он соблюдается. Про сертификацию очень хочется сказать это на самом деле такой бич на рынке на самом деле до этого ситуация обстояла немножечко сложнее сейчас рынок более информирован он уже понимает чем отличается Новок 1230 от китайских ФК 5.1.12 или хотя бы эмоционально сознает отличие но еще есть такой важный аспект как кто сертифицирует то есть мы с вами когда сравниваем два вещества мы опираемся в том числе на сертификат в сертификате например указана минимальная огнетущая концентрация для всех ГТВ а в сертификате указаны какие-то там ссылки на протокол испытаний кто их выдает это очень важно вообще у нас на протяжении длительного времени вплоть до настоящего момента насколько я знаю только в НИП Академия Чес имеет право выдавать сертификат или декларацию на ГТВ и точка все то что мы видим что выдано другими организациями я сейчас приведу вам пример чуть позже это в общем-то не является действительным документом декларирование по схеме 2D по которому как правило сертифицируется китайский ФК 5.1.12 мы также видели и декларацию по 5D они в общем-то выдаются органам сертифицирующим действительно но при этом ответственность несет производитель то есть сертифицирующий орган по схеме декларирования не несет ответственность как раз мы и говорим я декларирую что-то то есть это законодательное юридическое отличие в принципе смысла сертификата и декларации не только в пожаротушении везде то есть сертификат это я сертифицирующий орган я куда-то съездил что-то посмотрел руками потрогал изучил бумаги и вот я выдал сертификат я солидарен с мнением производителя я тоже несу какую-то ответственность а если я выдал декларацию ну мне что-то задекларировали я просто подписала и все при этом при декларировании если вы обратите внимание нету анализа состояния производства это ключевая характеристика анализ состояния производства когда инспектор выезжает и глазками смотрит какая линия производства в каких условиях насколько там условно чисто насколько там процессы выберены задокументированы там зарисованы чтобы они были повторимы однозначно да вот это недостаток декларирования упрощенная схема которая не позволяет вам быть уверенными в стабильности качества ГТВ от партии к партии при сертифицировании ситуация обстоит иначе в большинстве схем есть инспекционный контроль и анализ состояния производства анализ состояния производства делается перед выдачей сертификата инспекционный контроль там ежегодно через какой-то промежуток времени после выдачи сертификата с тем чтобы убедиться что производство условно качество производства не деградировало у нас здесь на испытании типового образца в схеме 4С не стоит галочка это ошибка то есть при схеме 4С по которой сертифицирован новок 12.30 как российского производства так и импортный есть мы предоставляли данные безусловно например паспорт безопасности и техническое описание мы предоставляли типовой образец для испытаний выезжает инспектор смотрит наши производственные линии затем мы через какой-то промежуток времени периодически делаем инспекционный контроль вот в чем отличие опять-таки если вы хотите если у вас например крупная система или если вы планируете несколько этапов установок пропишите у себя в техническом задании сертификация по схеме 4С например где еще есть анализ тент производства 2С например ну то есть вы можете прописать даже схему сертификации это не запрещено законом но вы по крайней мере сможете вам будет хотя бы с кого спросить если вещество приведет например к коррозии внутри системы здесь указано здесь такой слайд он может быть немножечко уже устаревший потому что такая проблема как отличить декларацию на китайский ФК и сертификат на новок она существовала раньше ну так быстро пробежаться в названии должно быть написано новок наша торговая марка и пишем новок только мы то есть 3М заявитель это компания 3М должна быть продукция ну как я сказала новок 1230 а изготовитель изготовитель мы никогда не производили не производим и в ближайшее время точно не планируем производить на чужих заводах в том числе в Китае новок 1230 сейчас производится на двух площадках это завод в Штатах 3М завод наш собственный и завод в Татарстане 3М Волга а вот эти изготовители могут указываться на сертификате настоящий новок 1230 также на этом слайде я специально выделила еще раз обращаю ваше внимание на каждом сертификате в карте декларации указана минимальная огнетущая концентрация обращайте на нее внимание она влияет на нормативную концентрацию потому что мы рассчитываем ее по определенной формуле и она влияет на систему на то сколько у нас модулей какая у нас трубная разводка гидравлик и тому подобное обязательно обращайте внимание здесь показано как вы можете проверить на действительный сертификат или не действительный есть государственная база розаккредитации сагав.ру и я прям вставила картинками как вы должны пройти куда нажать вы можете ввести номер аттестата аккредитации лаборатории которая выдает сертификат и проверить что это за лаборатория есть у нее сертификация если перед вами лежит декларация сертификата от академии в ЧС или в НИПО то вы можете быть спокойны если не от них то вы можете вот так вот всегда самостоятельно проверить и последнее о чем бы я хотела рассказать в этом блоке это о том что мне кажется уже всем известно но вдруг новых 12-30 производится в Татарстане в особой экономической зоне Алабуга близ города Елабуга достаточно хорошая у нас емкость производства до 900 тонн в год можно производить и вместе с тем что компания паштехники есть локализованная система а у нас есть локальный новок вместе это составляет отличное решение для каких-то государственных заказчиков которые предпочитают локальные решения и хотелось бы наверное передать слово Марине сказав что что общего между неквалифицированным пилотом и некачественной системой разница в том что проверяем работоспособные и то и другое только по факту только по факту чрезвычайной ситуации если не справятся они значит будет беда поэтому нужно все-таки перестраховываться нужно обладать большим количеством знаний для выбора системы можете всегда обращаться к нам в компанию паштехника мы поможем составить задания таким образом на систему не чтобы ограничить каким-то образом конкуренцию ни в коем случае а на что обратить внимание что можно написать чтобы обезопасить себе подложить соломку и обеспечить определенный уровень качества безопасности наверное у меня все это была часть про газовые огнетушащие составы теперь давайте поговорим про оборудование и на примере оборудования группы компании Поштехника про возможные системы и решения для системы газового пожаротушения для центров обработки данных группа компаний Поштехника на сегодняшний день производит целую линейку оборудования применимую в дата центрах это наша основная линейка то с чего мы начинали модули газового пожаротушения на основе новых 1230 хладом 125 227 ну и углекислоты для спецобъектов для дата-центров углекислота на сегодняшний день нами не поставляется устройство шкафного тушения airline предназначено для защиты микроцодов и серверных стоек и наше новое изделие аспирационная система обнаружения дыма дыма педа и анасен теперь давайте более подробно остановимся на каждой линейке автоматические системы газового пожаротушения на основе новых 1230 хладом 125 и 227 ассортиментная линейка модулей достаточно большая это изделие от 6 литров до 180 в зависимости от необходимого защищаемого объема подбирается нужный литраж модуля и нужное количество оборудования нужное количество баллонов на основе оборудования производимого на основе любого производимого оборудования собираются различные типы установок установка может быть модульная и может быть централизованная эти типы систем прописаны в SP5 13 130 2009 и допустимы к применению и допустимы к использованию модульная установка работает на конкретный объем и защищает конкретное помещение сколько помещений на объекте требует защиты столько модульных установок будет на объекте если требует защиты при помещении будет три модульных установки количество баллонов может варьироваться в зависимости от объема помещения модули объединяются на коллектор соединяются с помощью рукава высокого давления далее магистральный трубопровод распределительная трубная разводка и конечным элементом являются насадки количество газового огнетушащего состава рассчитывается под конкретное помещение если в помещении есть подвесные потолки и фальшполы за подвесной потолок выводятся насадки меньшего типа размера для модульных установок запас хранится на складе и подбирается по большему помещению то есть нормы нам говорят что запас должен позволять компенсировать работоспособность в каждом из помещений самая часто встречающаяся ошибка для модульных установок предположим в одном помещении давайте я немножко покалякаю в одном помещении один модуль 100 литровый в другом помещении два модуля 100 литровых третьим помещением один маленький баллончик 40 литров вопрос какой мы должны взять запас если есть возможность можно писать чат 100 литровые баллоны 100 литровые 40 литровые загрузка одного 100 литрового модуля 90 килограмм загрузка двух 100 литровых модулей по 85 килограмм загрузку допустим 40 литрового баллона 36 килограмм самая часто встречающаяся ошибка в запас берется два 100 литровых два 100 литровых да правильно вы пишите два 100 литровых один 40 литровый абсолютно верно но самая часто встречающаяся ошибка в запас идут два 100 литровых модуля с загрузкой по 85 килограмм. И это не позволяет компенсировать нам работоспособность в первом помещении, где загрузка была 90 килограмм. Мы должны взять запас 2 100-литровых баллона с загрузкой по максимальному помещению по 90 килограмм и 1 40-литровый баллончик с загрузкой 36. Только в этом случае мы сможем компенсировать работоспособность в каждом из помещений, если нормами объекта не прописан 100% запас. Возможно, вот в таком варианте. И второй вариант, который допустим, это централизованная установка. Выглядит она следующим образом. Для централизованной установки количество газового огнетушащего состава рассчитывается по большему помещению. Предположим, на объекте 4 помещения для защиты... 3 помещения в данном случае у нас, прошу прощения. На объекте 3 помещения для защиты самого большого требуется 3 модуля газового пожаротушения. Вот красным подсвечен у нас коллектор с тремя модулями. Это основной состав. Централизованная установка у нас требует обязательного 100% резерва подключенного. Если в этом случае в модульной установке запас может храниться на складе в соседнем помещении, в технологическом, то для централизованной установки резерв обязательно должен быть подключен. Итак, 3 основных баллона, 3 резервных баллона. Далее идет станционный коллектор, на котором располагаются распределительные устройства, количество которых соответствует количеству защищаемых помещений. Далее по трубной разводке газовый огнетушащий состав поступает в то помещение, где происходит возгорание. То есть, если для тушения первого помещения достаточно одного модуля, у нас срабатывает один модуль, газовый огнетушащий состав. Через раскрывшееся первое распределительное устройство уходит первое помещение и через насадки осуществляет тушение. Если для тушения второго помещения, предположим, оно самое большое, требуется три модуля, срабатывает три модуля, открывается запорно-пусковое устройство, заполу срабатывает, и газовый огнетушащий состав уходит во второе помещение. По этой же логике в третьем. Напишите, пожалуйста, недостатки централизованной установки. Необходимость в резерве станции. Да. Централизованная установка требует отдельного помещения, которое называется станцией пожаротушения. К нему предъявляются ПСП-5, также ряд требований по температуре, влажности и соседних помещений. Габариты. Габариты. Габариты может быть, да, потому что централизованная установка должна иметь определенные проходы между модулями, что позволяет обслуживать систему. Но основным – высшая вероятность отказа. высшая невероятность отказа. А централизованная установка защищает одно помещение. Не предусматривает возгорания в нескольких помещениях одновременно. То есть, если модульной установкой каждое помещение защищено отдельно, в каждом помещении своя модульная установка. И, возможно, при возгорании в каждом сработает своя система, то при централизованной установке предполагает защиту одного из помещений. Если у нас сработали извещатели в первом помещении, у нас сработал один модуль, то для тушения пожара во втором помещении, где требуется три модуля, у нас уже будет это неосуществимо. Это основной недостаток. Еще один из важных недостатков – это длина трубной разводки. Как правило, централизованные установки делают в подвальном помещении. А если у вас помещение какое-то из помещений удалено, допустим, находится на шестом этаже, мы не всегда понимаем, хватит ли у нас давления, чтобы поднять газовый огнетушащий состав на шестой этаж. На взгляд, на вскидку, это никто никогда не скажет. Это можно определить только гидравлическим расчетом. Давайте теперь про преимущества централизованной установки. Как вы считаете, какое преимущество централизованной установки? Имеется в виду стопроцентный запас газа в станции. Да, централизованная установка требует стопроцентного подключенного резерва. Это требование СП-5. Ну, а преимуществом является возможность сэкономить на оборудование. Если мы имеем равные по размеру помещения, предположим, для тушения каждого требуется по 3 модуля, а помещений на объекте 10. При модульной установке у нас будет 30 рабочих модулей и 3 модуля в запасе. Если много защищаем в помещении, то выгоднее. Абсолютно верно. И в этом случае удобно применить централизованную установку. Но в любом случае это всегда на усмотрение проектировщика. Окончательное решение принимает проектировщик применить станцию пожаротушения или применить модульную установку. Данные системы могут комбинироваться на объекте. То есть может быть централизованная установка, защищаемая ряд помещений. И для самых удаленных помещений применены модульные установки. То есть системы на объекте могут сочетаться. Группа компаний «Поштехника» разработала извещатель пожарный, дымовой, аспирационный серии «Ионосенс». Сравнительные испытания аспирационного дымового извещателя показали чувствительность прибора на уровне приборов «Везда» последнего поколения. И значительное превосходство по чувствительности перед приборами «Шрак» и «Везда» предыдущего поколения. Чем мы очень гордимся, прибор полностью сертифицирован и скоро запустится в серийное производство. Прибор позволяет обнаружить возгорание на самых ранних стадиях, благодаря высокой чувствительности. Несмотря на то, что имеет чувствительность измеримую с прибором «Везда» последнего поколения, по цене будет примерно в уровень с оборудованием «Шрак». Я забыла сказать, что у нас будет серия вебинаров, посвященных системам в центрах обработки данных. И в этой серии будет отдельно посвященный вебинар непосредственно автоматической части и аспирационным извещателям. Автономное устройство газового шкафного пожаротушения «Эрлайн». Это полностью автономная система, предназначенная для защиты микроцодов либо серверных стоек. Она в себя уже включает небольшой 2-3 литра модуль газового пожаротушения. Он может быть либо с хладоном 227, либо с новоком 1230. Аспирационную систему обнаружения возгорания, аккумулятор и небольшой насадочек. Устанавливается либо в верхней части, либо в нижней части стойки. Высота 2 юнита. Изделие «Эрлайн» стало лучшим отечественным продуктом в 2018 году в составе «Микроцода Ц3 Солюшн». Ну, вернее, «Микроцод Ц3 Солюшн» стал лучшим отечественным продуктом. И в нем был применим и защищен он был нашим изделием «Эрлайн». Ну, в данном случае «Эрлайн» установлен в верхней части. Может быть, и в нижней. Вопрос. Какая цена? Кто производитель компонентов электронной базы? Это, я так понимаю, вопрос к аспирационному извещателю или к «Эрлайну». Уточните. А про аспирацию. Ну, вот здесь уже подключают. Так, продолжим. Уже реализованные проекты, кейсы. Я подготовила вот такой слайд. Объекты, которые уже оснащены, это наши реализованные объекты с нашим оборудованием, которые защищены системами компании «Поштехника». И в верхней строчке, для примера, прописала газовые огнетушащие составы, которые применены непосредственно на этих объектах. Итак, дата-спейс сделан на Новок 12.30. На нем мы остановимся более подробно. Мега-цод Сбербанка на Новоке 12.30. Цод Узбекистан – Новок. Электронная Москва – Новок 12.30. Цод Калининский – Удомля – Хладон 227. Мне удалось побывать на этом цоде осенью этого года, когда проводилась конференция ассоциацией Росатома и компании «Медиагруз». У нас была экскурсия на цод Калининский, но, к сожалению, наше оборудование нам посмотреть не дали. Сказали, что это зона не для экскурсий. Модульные цоды ГРЕН-МДС – экономичное решение с Хладоном 125, Ямал-СПГ – Новок 12.30. И отдельно хочется сказать про Яндекс.ЦОД во Владимире. Вспомогательные помещения, такие как серверные электросчетаевые, были защищены нашими системами с Новоком 12.30, а основной маш-зал, они приняли решение отказаться от исполнительных устройств и оставить только аспирационную систему раннего обнаружения пожара, как раз оценив пожарные риски. Отдельно хочется сказать про СОД-Датаспейс. Это был один из первых наших крупных объектов, реализованных. Сделан был совместно с компанией «Прием» и «Новоком 12.30». Более 5000 килограмм газа было применено на объекте. Была применена станция пожаротушения на 13 направлений. Автоматика запуска была дополнена аспирационной системой ВЕЗДА раннего обнаружения. СОД был сертифицирован институтом Аптайм, получил сертификат ТИР-3. Я привела таблицу уровня отказа устойчивости от ТИР-1 до ТИР-4. Я думаю, что все эти показатели вам хорошо известны, и вы с ними знакомы гораздо больше и лучше, чем я. Нам, как производителям систем безопасности, систем пожаротушения, интересно, вот эта графа ежегодное время простое из-за инженерных систем допустимое. ТИР-3 требует 1,6 часа в год. То есть, если в году 365 дней – это 8760 часов в году, то 1,6 часа – это 0,01%. Ну и, соответственно, мы понимаем, что наше оборудование должно соответствовать этим требованиям и работать вместе со всеми инженерными системами СОДА 24 на 7. 24 на 7 – обеспечивать безопасность. И мы должны к минимуму свести возможность ложных срабатываний и отказов в систему. Поэтому требования пожарной безопасности для СОДА с сертификатом ТИР-3 имеют более высокие требования. А именно, более высокие требования к системам автоматической пожарной сигнализации. Обычная адресно-аналоговая система должна быть дополнена системой раннего обнаружения дыма аспирационной. То есть, запуск модулей осуществляется в автоматическом режиме от сработки обычных адресно-аналоговых дымовых датчиков, но система дублируется аспирацией для предупреждения о возгорании. Второе – предъявляются особые требования к системе автоматического пожаротушения. Газовое тушение должно быть предусмотрено для масш-залов и электрощитовых. Требования к применению только безопасного газового огнетушащего состава. Возможность тушения одновременно в любых двух помещениях. Данный пункт всегда осуществим при модульной установке. Но так как я сказала, что система применена была, проектировщики приняли решение применять станцию пожаротушения, это требовало отдельных инженерных технических решений. Возможность тушения в двух любых помещениях одновременно и стопроцентный горячий резерв для тушения любого из помещений. Третье – повышенные требования к огнетушащему веществу. Быстродействующий, эффективный, безопасный для оборудования, безопасный для персонала, безопасный для окружающей среды. Вот эти три предъявленных требования привели нас к выбору нового КО-1230, доступный для быстрой перезаправки в случае выпуска. Понятно, что производитель системы должен быть отечественный и иметь на территории России свои заправочные станции. Потому что если оборудование европейского производства, то понятно, что все ремонтно-восстановительные работы будут затруднены и более пролонгированы в длительном интервале времени. Плюсы от партнерства с компанией Пуштехника. Время идет, а дружба остается. Да, именно в такой формулировке. Своих партнеров мы воспринимаем как друзей. Мы хотим помочь. Мы всегда готовы оказать технические консультации, обучение. И вы имеете возможность выезда к заказчику с техническим специалистом. То есть всегда можно вызвать, попросить сотрудника компании Пуштехника съездить вместе с вами и оказать техническую консультацию, поговорить. Может быть, в чем-то убедить заказчика, может быть, проконсультировать. В общем, эта опция открыта. Срочный расчет, подбор оборудования, предоставление полного технического коммерческого предложения. Ну, опять же, все в пределах разумного и зависит от запрашиваемых объемов. Но, в принципе, мы стараемся обрабатывать заявки в течение дня. Предоставление инструментов защиты проекта. Защита проекта. Проекты всегда защищены ваши. Мы готовы помочь вам прописать техническое задание и технические особенности под наше оборудование, которые помогают защитить проект. Подготовка проектной документации. У нас есть штат проектировщиков. Стадию П мы помогаем подготовить бесплатно. Осуществление комплексной поставки. Несмотря на то, что мы являемся разработчиками и производителями исполнительных устройств систем газового пожаротушения, мы готовы осуществить комплексную поставку и с автоматикой. Монтаж, шеф-монтаж, техническое обслуживание. У нас есть своя монтажная бригада. И у нас есть партнеры на субподряде по различным регионам России. Ну, собственно говоря, вот об этом и говорит вот этот слайд. Штат проектировщиков на сегодняшний день 30 человек. Штат инженеров по продажам, не менеджеров, а именно инженеров по продажам 14 человек. Мы имеем свою производственную площадку в полторы тысячи метров квадратных. Мы построили свой завод по производству. Сейчас дальше покажу фотографии. Расскажу более подробно. И у нас свыше 300 региональных партнеров по России. Системами газового пожаротушения группы компании Пуштехника оснущено уже более 7 тысяч объектов по всей России. Ну, и в этом году мы 7 апреля должны были праздновать наш юбилей. У нас должен был быть большой корпоратив, но в связи с сложившейся ситуацией вынуждены были его отменить. Но все равно мы упущенное наверстаем. Тем не менее, компании уже 15 лет. Профессиональные компетенции. Производство, конструкторский отдел, проектный отдел, монтажная бригада и обучение. Пуштехника имеет лицензию на обучение. Поэтому мы вправе выдавать свидетельство о том, что вы прослушали семинар и либо серию семинаров. На сегодняшний день современное производство Пуштехники – это склад готовой продукции, отдел контроля качества – это не просто слова, это действительно функционирующий отдел, который часто задерживает нам поставки. Но тем не менее, пока оборудование полностью не будет проверено, отдел качества систему не выпустит в отгрузку. Участок с шестью станками ЧПУ, сварочно-механический цех, участок упаковки, станция по производству, без станции по производству сжатого азота, заправочная станция и роботизированная окрасочная камера. На данном слайде представлена большая фотография нашего завода по производству компонентов. Завод находится в Подмосковье, в городе Монина. Пуштехника – единственная компания на сегодняшний день на российском рынке, которая сама производит баллоны. То есть модуль – это готовое изделие, которое состоит из такой комплектующей, как баллон и запорно-пусковое устройство. Так вот, мы самостоятельно делаем баллоны, и у нас полный замкнутый цикл производства. Производство сертифицировано по двум международным стандартам – DNVGL и ISO. Оба сертификата говорят о качестве производства. То есть это не гараж, это завод, соответствующий европейским требованиям. Ну и этот слайд больше похвастаться, это то, с кем мы уже работаем, кто является нашими партнерами, нашими друзьями, где уже установлено наше оборудование. Ну и в заключении тренды в системах пожаротушения. Глобальные тренды противопожарной защиты ЦОД в мире – повсеместное применение аспирационных извещателей в дополнение к обычной автоматической системе обнаружения, к обычным дымовым датчикам. Ограничение и поэтапный вывод из обращения парниковых газов, таких как «Хладон-227» и «Хладон-125». Если мы говорим про «125», он не применяется ни в Европе, ни в США, ни в Китае, он остался только в России. Если мы говорим про «227-й Хладон», на него наложены квоты, его производство минимально, и в Европе по стоимости он на сегодняшний день выше, чем «Новок». Значительный рост спроса на системы с «Новиком» – 12.30, но это как следствие из второго пункта. В 2020 году окончание срока действия глобального патента 3М на «Новок» – 12.30 на фоне запуска производства дженериков в Китае. Не буду останавливаться более подробно, так как Алина достаточно подробно об этом рассказала. Число остановок соды, заложенных в срабатывании системы автоматического газового пожаротушения превысило число остановок из реальных пожаров. Это действительно так, поэтому важно правильно выбирать производителя системы. И играет роль не только производитель, но и грамотность выполненного проекта и монтажа. Рост спроса на компоненты автономных систем пожаротушения. В нашем исполнении это изделия R-Line. Это были мировые тренды, а то, что в России на рынке, отображено на этом слайде. Начало серийного выпуска высокоточных аспирационных извещателей российского производства. Ну, собственно говоря, это мы. Падение платежно-способного спроса на «Новок» в замещениях «Ладоном-227». И вот здесь, вот в этом пункте, мы с Европой расходимся, с миром. То есть, если здесь, наоборот, рост спроса на «Новок» в 12.30 и «Вывод» 227 «Ладона», то в России на сегодняшний день, наоборот, высокий спрос на 227 «Ладон». Появление на рынке китайских дженериков, предлагаемых под названием «Как новых». Рост рисков, связанных с технологическим несоответствием железа. И рост спроса на компоненты автономных систем газового пожаротушения. В этом мы совпадаем с мировыми трендами производства и применения изделия R-Line. Спасибо большое всем за внимание. Рада была вас видеть. Это все, что мы хотели с Алиной вам сегодня рассказать. Еще раз хочу напомнить, что данный вебинар является первым в серии вебинаров, посвященных Центрам обработки данных. Дальше мне хотелось бы вместе с коллегами рассказать про нормы, предъявляемые к проектированию систем, про инженерные решения, холодные и горячие коридоры, как это учитывается в размещении насадков, как применении оборудования газового пожаротушения. Расписание сей вебинаров будет выложено как на нашем сайте, так и в соцсетях. Спасибо вам большое за внимание. У нас переписка с представителем компании Selectel. Про мой второй слайд, с которого я начала. То есть, последний пункт возгорания в соседнем помещении. Кирилл, если я дезинформировала, прошу прощения. Представители компании Selectel говорят, что данное возгорание не затронуло работу системы CODA Selectel и никак не повлияло на технические процессы. Спасибо всем большое за внимание. Всего доброго. Надеюсь, увидимся на следующих вебинарах. Если есть вопросы, я буду рада на них ответить. Можно задавать вопросы мне, можно задавать вопросы Алине. Да, коллеги, большое спасибо. Я думаю, что Марина, если что, переправит вопросы мне. Алина, заправка только в Юлабуге? Заправка только на авторизованных станциях, которые стоят на том же месте, где заправляется и импортный наук. Например, заправка в Москве в Поштехнике. Техническую документацию на ваше оборудование увидеть можно где-нибудь? А что интересует? Руководство эксплуатации, РЭА, паспорта? Да, можно. Мы на самом деле сейчас занимаемся корректировкой сайта, и все РЭА будут выложены на сайт. И можно запросить необходимое, отправим почту. А можешь вывести тогда сейчас слайд со своими контактами? Давай, я выведу. Вот, куда писать запросы. Есть ли список станций заправки? Ну, здесь за газовый огнетушающий состав отвечает не компания ТРИМ, а отвечают производители оборудования. И заправку осуществляют именно производители системы газового пожаротушения. Если мы говорим про компанию Поштехника, то заправка производится только на заводе Поштехника. Список всех партнеров есть на официальном сайте «Новка-12-30». Вы также можете... Давайте сделаем так. Вы можете написать вот на эту почту. Это моя почта. Давайте даже еще упростим. Заправка сторонних производителей невозможна. Если мы говорим про наши системы, надо уточнить, но, по-моему, там снимается гарантия. Нет, если мы говорим про «Новок-12-30», то точно невозможно. А, в смысле, перезаправка имеется в виду других авторизованных производителей? Давайте разделим. Есть холодоны. Это история совершенно отдельная. Там 125-й, 227-й. Там вам Марина может точно сказать. Что касается «Новка-12-30», конечно, мы рекомендуем перезаправлять те системы у тех поставщиков, производителей, где они были приобретены. То есть, если система поштехники стоит на объекте, ее нужно перезаправить, тогда желательно перезаправлять там же, потому что это связано также с обслуживанием запорно-пускового устройства. Там лишний раз проверить, посмотреть. Лучше делать там же. По гарантийным условиям, да, нужно уточнить, нужно спрашивать у каждого конкретного производителя. То есть, если вы хотите систему поштехники заправить у другого авторизованного производителя, то надо спрашивать в компании поштехники. Какие конкретно у них условия, потому что потом у вас в паспорте на модуль будет стоять штамп другой компании. И как потом с этим быть. Если у вас есть система других производителей неавторизованных, и вы хотите заправить туда «Новка-12-30», то это не рекомендуется категорически, потому что система не предназначена для «Новка-12-30», и никто, ни мы, ни компания поштехника, например, которая, если вдруг решится перезаправить, мы не сможем гарантировать, что «Новок», несмотря на то, какой он замечательный, наберет огнетушающую концентрацию. Поэтому, нет, оборудование неавторизованных партнеров «Новок» мы не перезаправляем. Если у вас оборудование авторизованного партнера «Поштехника», и вы хотите перезаправить туда что-то другое, тут мы вас ограничить не можем, но сегодня достаточно подробно объяснила, с чем связаны риски, вплоть до того, что различные характеристики по минимальной огнетушающей концентрации. Надеюсь, я подробно ответила на вопрос. Спасибо, всем до свидания, всего доброго. Буду рада видеть вас на остальных наших вебинарах. Да, большое спасибо за вопросы, всего доброго, до свидания. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok